Девушки отдыхают И конечно, как всегда, как говорится, на ловца и зверь бежит, мы встречаем Феликса Волосенкова Изображено, это образ храма и прихожане его, которые здесь стоят Вот я хочу просто показать, что вот это, это птица Феникс, вот там, глядящий, большой вот это самое Ну вот это храм, который другой религии, то есть не христианской, не магометанской и не уидейской В общем, в данном случае, может быть, для вас неизвестны религии А может быть, это храм Бога Волоса Ну, хватит или еще? А как вам работалось вместе? Вы вот когда работаете, вы не можете случайно подраться, потому что у кого-то вдруг возникнет идея одна, у другого другая Вы начнете спорить, такое бывает Мы сразу быстро разбегаемся, чтобы этих проблем не было А-а-а, замечательно Сам идет Хорошо Почему мы решили Мон-Лепо, потому что мне очень понравилось это место У них свой юбилей, 350 лет, я считаю, что это лучше российский юбилей Работаем мы с руководством и мудрым руководством, я бы сказала, Николая Борисовича Петровского, который является президентом Финалии, а я вице-президентом Финалии впервые идут три месяца Июнь, июнь, и сентябрь И данное место, конечно, для нас просто подарок судьбы Знаете, новое пространство, новая энергетика Очень хотелось в сочетании вот этой мистики, романтики, сумасшествия, которое здесь происходит Каких-то немыслимых скал, немыслимых камней Ну, вообще, скалы придумать, сделать стену, я считаю, наше большое достижение, где висят картины И художники очень радостно опитываются Если бы мы могли больше, мы и так огромный фургон загрузили Если бы мы могли больше, то если бы мы загрузили, то если бы мы загрузили, то если бы мы загрузили больше Молодое поколение Мария Арестова Здесь Феликс Волосников с его огромным храмом Здесь из группы непокоренных Константин Новиков, вы видели его, Никола Из группы непокоренных, я готова глава этой группы Очень сильные ребята, которые приехали из Кемерово И, по-моему, они скоро не только Петербург, но и весь мир вдвоем Сильная молодая группа Поэтому здесь нам Волосниковы очень интересные работы Бронзовые, найдите их И вот так вот мы специально раскинули по парку все это Потому что нам представляется, знаете, такой вот новый музей Новые гостовочные залы какие-то Все здесь отдает Как директор вообще захотел повторить зал Эрмитажа Поэтому он все это называет греческий зал Да, романский Поэтому, не знаю, мне кажется, что это очень интересный опыт Сама я очень волновалась Но мне кажется, что... Немножко страшно становится, знаете, когда смотришь на такие работы Которым цена очень, на самом деле, высокая И, а вдруг дождь пойдет, что будем делать? Боже упаси, боже упаси Это, во-первых, он не пойдет, мы так заказали А во-вторых, мы приготовлено там лежит огромный тент В случае дождя стоят три матроса, которые охраняют эти картины Не дай бог Поэтому мы ценность прекрасно принимаем Было очень смешно Мы когда-то давно очень... Я сделала выставку на корабле На паруснике Мир И таможню меня спрашивают А где, собственно, страховка картин? Я говорю, да господь с вами Какая страховка? Я же приеду без страховки Вы-то бог с вами А вот картины отвечают они мне Но вся прелесть в том, что художники, работающие со мной 20 лет Они не только с меня расписку даже не берут Их вообще ничего Они вот знают, что они отдали Юрьевой Все получится То есть вот как это получается? Я не знаю Видно нас вот сверху Дягилев охраняет Вообще кто-то нас точно совершенно охраняет Это действительно так А скажите такой вопрос Сколько времени это будет? Два дня, два дня, два дня Всего два дня? Сегодня и завтра Но это больше никто не выдержит Вот так что нет Это специально связано с праздничным гороскопом Кто не успел, тот опоздал Но тем не менее Все равно мы попробуем все это снять И показать, как это было Да, и потом, конечно, я хочу сказать Что здесь великолепный Директор, знаете, такой вот Такая хорошая Хорошая очень атмосфера Мне здесь очень нравятся Творческие люди Директор сам кончал Наши дистанции Тут репина Как он заканчивал свое время В детстве Поэтому как-то вот все совпало Знаете, по ощущениям То есть мы с ним сразу нашли Он расставает со мной первый раз И сказал Вы знаете, я очень рада Что в вашем лице встретил художника Самый большой момент, который он получил Мы здесь действительно Как сказал наш замечательный Спасторед Дмитрий Пеликин Как Аленушка с братцем Иванушкой Так что так и побеседуем Скажите, пожалуйста, ваше впечатление Что здесь происходит И вообще Нас пригласили участвовать в этом юбилее Парка Парк Безусловно, работа с ним всегда интересна Поскольку ведь По парку В том числе строится история культуры Изначально культура вроде бы Парк, да, природа Это не часть культуры Это самостоятельное ее время Потом человек узнает ее Как культуру Пытается сделать из нее нечто регулярное Как мы знаем, да Французский парк Потом появляется в этом сомнение Что это издевательство Надо хочется из-за регулярности городской Выводить наоборот Вот эту водную симметрию Типа снега и природы, да В Логанске является английским парком Такой парк, что не французский, заброшенный И так далее, и так далее А потом уже появляется наша Такая вещь, как, ну, знаем, на востоке, да Для искусства Это, как же не в environment Это, как он уже land art То есть, работа с большим парком В отношении В данном случае, естественно Как только мы вываливаемся Из трехеи, из галереи Но, конечно же, с одной стороны Это достаточно тяжело Потому что искусство всегда проигрывает Потому что невозможно сниматься с животным Потому что животное всегда проигрывает Ну и тут уже, учитывая это Естественно, художник должен понимать это что И делать некие подстраховки Вот мы видим как раз перед нами объекты, да Что за художник, расскажите нам вот вкратце о нем И что вот он хотел здесь показать У нас же коллектив художников Это молодые питерские художники Илья Гапонов и Кирилл Китишов В данном случае это было мое решение И оно с очень хорошо совпало Такой триптих, он посвящен памяти моряков-балтийцев Храм называется Храм Нептуна Но при этом мы понимаем, что это такой Такой немножко фейк То есть некий храм с классическим ордером Но сделанный из дерева Воссозданный к тому же И вот этот триптих из трех кругов Памяти моряков-балтийцев Очень простая вещь Веча вроде бы не изобразительная Но она говорит зрительно гораздо больше Чем если даже что-то было нарисовано То есть, собственно, это вот трагизм Трагизм, переживание Переживание таких же молодых людей Которые когда-то там выходили во двор Где стояли какие-то вот такие же столы Вырезались какие-то имена То есть какие-то памятки Потом они ушли Их практически не осталось Они были разжеваны войной И вот эта вот опаленность этих столов Собственно, говорит об этой трагии При этом эти же имена, которые там Вырезаны на этих столах Они как имена на монументах Они вроде бы что-то значат Мы знаем, что эти герои Но эти имена косвенные Это имена какие-то символы Они могут быть совсем другими Я 20 лет собираю картины Я очень люблю посещать Эту картину я заметила Но вот мне кажется Это какой-то растерянный человек Вышел откуда-то Он еще где-то витает в воздухе И вдруг тут земля около него И она сейчас поскользнется и упадет Потому что уже на нем есть по земле Здесь мы можем почувствовать Что душа жива И может входить в общение С высшими силами Через красоту Это таких мест, как парк Монрифон Продолжение следует... С Vamos visions!